у него вообще все просто вообще-то смотрел я игру наби против monkey бизнес тогда они были на это смотрел к мейджору кажись они выиграли и так все здорово было так просто вкусненько прям знаю побеждали сломали бараки сделали тим вайп и казалось бы бери не хочу игру и тут и севчик и делал не хочу идет такой вальяжной походкой на мид а там смог а там некрофор с аганимом и на сто двадцать пять секунд меня не распродавали но все мои братья и ставят качали сайка давай бей их мы скоро придем но не пришли ты пришел к ним я самая забавная ситуация что кулдаун на косу меньше чем чем ты рисуешься поэтому там еще 1 не успел арестов отправился отдыхать то был как раз легион команды с лордара забирают альянса и это начинает быть и вечер остановился как-то том потому что не очень понятно что это за стартар это что же это пусть этот дом керри и стартар теперь уже у нас или с лордар сап керри и все-таки дом третья позиция да я думаю что или с лордар саппорт такое тоже иногда бывает счет это не похож на героев которые брутку не садар против руки кажется хорош но не на линии но не на линии по игре тут как-то ну я думаю дума не будут ставить против бруды пытаться и лечили к нему будет или имеет и помогать или стартару на хорде что такое потому что как свое время адмирал бульдог на лондруиде с брудами стоял и побеждал их месил в мясо да ну здесь лордар джун и doom так сейчас вы просто нужно взять сильную триплу вот визаж один из компонентов это сильный триплы и все что делать этим альянсом не очень понятно альянс конечно пикают ну вообще наборы героев это супер а это зря мне кажется это возможно перебор у альянсов герои ну нереально крутые вообще-то говоря но вот это фактор бруды он все время вызвать вопрос как будут линии стояться фактор броды и ведь венга тоже было второй стадии банов у альянс но все равно захотели взять с virtus pro свою комбинацию визаж дров и визаж дров кого-то на суппорт ну что демона подобный герой нужен вот какой-то герой такой именно пачаром бегать и бибичкой тогда шадов демоновый герой и может ободкона только не хватает нам нет да нужен какой-то герой во первых состава во вторых который может побегать по карте в третьих который может быть бичом шадов чем он подходит подходит работает вообще вертус про большие проблемы как бы со странами это все-таки тоже не шутки особенно подобный герой это из исправит вполне сладар бежит на его пуржа дом бежит там думать на ему сейчас какого-то шейкера забрать или все может к нам очень лобок по и линия получится дров висад шейкер это не конкуренты для личным рубик еще может здесь оказаться потому что тоже он нормально так получается и есть у него инстастан и воровать есть что плюс ко всему лил но в принципе фнг будет играть новый фнг тоже хорошо играть на рубике может быть джеки рак и джеки рак и джеки раунд более вероятен чем джеки рост аж бить аж трясет до его кстати ведь доктор был бы действительно хороший герой для виртус про я лайнс видимо об этом осведомлены выучили героев мсс подсказал мсс звони мсс он знает этих героев кого банить кого пикать знаменитая или саппорт queen of pain а кстати мы видели или сама раза два раза побеждали когда-то саппорт queen of pain вот это роуминг непонятная какая-то так-то выглядит неплохо официально миде можно и подпрессовать с брудой ты че делать на линии ну вот если так думать обычно то бруда восхитает ну рано или поздно но как вот говорили мне я тоже все никогда вот ну-ка нет героя такого ярко выраженного дать типа акса стоит hunter там санкинга ну хотя бы чего то что может с ней постоять я всегда ну хотел ухотить свои линии что вообще на нее больше не возвращаться и не терпеть этих неудобств и вот каждый игрок мне говорил что отдаем ты отдает и один там потом будешь там фармить отдал ты один но отдает аду а потом вы испармить да хрен с ними с этими бараками так вот так я и формился начинается вторая карта виртус про против alliance и мы отдаем слово комментатором вове и диме спасибо иван очень уверенная победа на первой карте виртуз про но и в очередной раз решают они отдать дума сопернику на этот раз даже в связке с личом но в противовес ему мы увидим знаменитую бруду от фобоса который он уже не раз показывал класс и в принципе здесь ситуация для него очень хорошая контрить ее действительно сложновато да также хочется добавить то что виртуз а видимо не просто так отдают дома с большой вероятностью они готовились и уже какую игру подряд мы видим в перспективе это люди которые просто идут и бьют с руки то есть что разор в прошлой игре въезжая с включенную льтой и закидывает кольцо что дк который же форме сбинка успевает дать весь свой проказ ну и сейчас они поступили еще проще куча дамагеров которым вообще пофиг с 4 будет играть на виндрейнджер аки наличие на думе у нас играет адмирал бульдог лода на слардаре и майнац на саппорт queen of pain которую мы пару раз видели заходило неплохо и команда виртуз про фнг на суппорт бы не или да андро рейнджер год на шаду финде фобос бруд мазар и лил на визажа классика жанр от виртуз про лучший такой самый сигнатурный герой за счет которого лил в общем-то наброс цену и пробился в свое время это визаж связки с дроу рейнджер как никогда силен сф связки дро рейнджер хорош бэйн рейндж также но и бруда который будет создавать space под эту всю движуху да и что приятно выглядит то что команда виртуз про находится за сторону дайр то есть если же рошан да это невероятно легкий рошан вот ими такими героями то есть все что нужно медалька на визаж и он будет лопаться почти на любой стадии да ну тут конечно дэмэджи очень много виртуз про они вот несколько похожую игру против вич и играли причем выглядело там это не очень потому что до дроу рейнджер было кому добираться но дэмэджи было так много в какой-то момент что вич просто разлетели здесь как мы видим да есть лордар но ему нужен блинк ну и в принципе пик смотрится на мой взгляд поувереннее во всяком случае свой дэмэдж всадить во врага я думаю виртуз про должны поставили варды против ну такой легкий вар для сфа чтобы он смог увидеть что на хайграунде добивать крипов легче на верхнюю руну нижнюю часть карты отдали полностью бруде потому что зачем ей варды когда у нее есть пучки на контроль и хорошую работу выполняет of ng приходит на мид начинает мять вы ручку как мы видим у вы ручки нету помощи потому что они поставили дабы это лечится с подаром сверху и снизу пинув пейнс думал и в итоге с 4 сейчас вынужден стоять перед фактором что у сфу будет очень много урона да и вчера мы уже видели как варка проигрывает линию шадов windows с большим количеством дэмэджи но мне тяжело объективно ну да то есть маска казалось бы мало того что у шаду финда своего уровня еще много так здесь еще есть аура траксы которая позволяет ему полностью крипов забирать и сфор пока мы видим имеет 0-0 по крипам и из айсф 4-3 да и дальше сфу будет ну даже без ауры дровки у дэмэджа слишком много сверху дровку пытаются прессануть слордар и лич но дроу рейнджер это рейнджовый герой запрессовать ее не так уж просто тем более когда и помогают такие саппорты как визаж и бэйн тут еще и самим можно отлететь в любой момент ну а снизу бруда бруда с которой бороться просто нечем queen of pain это очень плохой герой в сочетании с думом для того чтобы ее убивать да есть какой-то шанс такой призрачный то что бульдог найдет того крипа и посмотреть посмотрю нашел его это крип который регенит тебя позволяет давать ауе по паучкам и еще есть своя земля то есть ну так с горя пополам но дум пока справляется ну он сможет жить но опять же бруду забирать все равно при этом нечем ну да то есть самое вообще оптимальное это как мы видим то что сейчас бульдог и делает это поставить queen of pain на один на один чтобы она просто забирала для себя экспу аду свою очередь чуть-чуть так подфармливает и все круто или не фармят или не лес да с 4 конечно тут пытается что-то сделать с годом но пока что получается так себе ну очень там себе нужна помощь вот сейчас вот мы видим то что паркинух он забирает руму тоже есть дротик бульдог свою очередь пропушил вышку и год не знает где же майнац у нас она уже признает да те знают то что на центре кликает уже фнг говорить буду беги беги гады ай красавчик fng за динайл из 4 можно попытаться забрать последняя . есть ферс класс отличная игра от капитана virtus pro заслипал квапу ну и нужно бежать нужно бежать майнац просыпается у него очень мало хп отхиливается флаской фнг восстанавливает часть маны отхиливается тангусом размен хороший сф они отдали до сф не отдали забрали ферсблат причем для байна которому приятно иметь сапог на такой стадии можно дальше бегать и иметь и души с а в быстро установил да и души тоже у него как мы видим моментально в принципе ему такой линии даже душ не особо нужны то есть у него столько много урона что у него он опять доминирует надверкой поэтому нужна с форс ночь нужна помощь да еще раз к вопе выйти но на этот раз правда дабл дэмэджа не будет 10 урона от траксы 13 от вернее 28 от крипов и добивать уже нереально если немножко draw рейнджер пока что проседает но визажу почему-то не заблочили спауны дает отводить совершенно спокойно вот такая фишка что этот спаун как бы ты его не блочил но он дивард с одним ордом поэтому при любой ситуации в п п п плюсе так что вот решили вот варта нас экономить хотя бы видеть что статистика героев в psf не лучше винрейт бэйн вообще ужасный но с дровкой сто процентов пока что идут ну и пока что бы и накупился да вот пока что то нужно делать линии сверху потому что бэйн как мы видим активно пока помогает шадов инду и у него это круто но сверху мы видим то что лично с лордаром набирают левел если до какого-то времени они не представляли опасности потому что было очень тяжело сокращать дистанцию то сейчас лордар уже четвертый уровень сапог и пробивает он здорово да кс 12 11 в то время как у дровки 65 всего-навсего приносит колечко фнг лилу чтобы не обузить лишний раз не занимать курьера вот от нг пришел толстый бэйн тоже подаврит раксы стоит и сладар его вряд ли пробьет вместе с лечом и центре выход на года мистин вис и семейство оставили вот тот инвиз который прошлый раз здесь работал тем временем снизу заслипали визажа станок сладара ну и нечем замедлить замедляющих стрел нету спасается здесь грейп чел как мы видим лил я уже второй раз замечаю что он берет вот спал на двойку вот это лишние секунды замедления видимо ему нужно обычно на единичку качают макси от сова сам что на единичку даже необычный выбор необычный ну наверное знаешь из-за того что тоже у тебя больше урона там но ну именно будет на шестом уровне когда дробка поднимет себе ауру тогда этот грейп чел будет окупаться получше то есть и лесных крипов ты будешь фармить быстрее и и при этом вагов будешь пробиваться батарея большей вероятностью так сф уходит в лес потому что только потому что пропушил линию других причин здесь нет есть дабл спаун пока что его не фармит ну и мана у него совершенно нету отвез бутылку оставляет линию дровки а тем временем выход смоках от лоды очень ранние вместе с майнацем парочка конечно от которой спастись будет не так уж и просто 4 нужно порешительные те это не так ведут медленно медленно сф сходит с горы сладар здесь же виндрейнджер но как-то не удалось поймать его не туда пошли и в итоге сейчас их на варте увидят виртуз про да видят виртуз про на варде двух героев лил ускоряется замедляет сладара бэн заслипал тем временем пытается бить лича лишь будет война будет до конца в размен не удается убить и аки выживает но четыре героя на одного бэна получилось не так плохо да такое себе там еще потратили приличное количество маны лич у нас возможно побежит на базу так что размены вполне устраивает хочется отметить в этот момент крипстат эсэффа 47 крипов крипстат бруды 28 наравне с думом и она уже начинает немножко доминировать пауков своих старается не отдавать убегает в леса да вот так вот надо у трех пучков но это немного и к думов приходит год ой а земля-то заканчивается момент очень неудачный бульдог 1 койл 2 койл на сф в итоге забирает еще немножечко фарма и так у него топовый нет ворс топовый крипстат ну из брудой с такой уже очень тяжело потому что когда и начинают еще и помогать ты и одну ты и не убиваешь а ей еще в любой момент могут прийти помочь заслипали с лордара он не может найти место для фарма вот это для лода небольшой минус то блинка еще очень далеко и карис лордар просто встревает против бруды фармить он не может 6 нет ну да здесь тяжелой ситуации и и при этом ну на шестом уровне он сможет с брудой сражаться то есть вешаю шампли файды матч и тогда она будет постоянно подсвечена но вот сейчас бульдог нападает на фобоса фобоса нужно бежать ту земля можно попробовать заданная себя пукать интересно слушаем попробует ли попробует давай побежал не туда повел совсем пауков в итоге здесь бульдог забирает бруду ну конечно фобос сыграл очень аккуратно и лода понимая что фарма ему не дают видимо бульдог сказал джонатан прости да ты не тащишь теперь я буду курировать на тыка единый хардлейн немножечко потерпи ну терпит знатно да тут ничего не остается 28 урона уже аура дает и сф приходит квин рейнджер бедные с 4 2 700 нетворца против 4000 года но здесь у года прямо в отличие от разора в прошлой игре где он такой был сами даже не сами кэри скорее такой вот дизейблер танк здесь у него полноценный кэри шадоу финт и все в руках лил видят видят должны видеть если не в смоках они в смоках и lions очень хорошие варды по-прежнему отрабатывают у вп прочитали что куда-то сюда поставили в арт скорее всего элайнс и будет он сбит в скором времени моя пока пользуется тем что контролю в вп немного ну по идее только один сайлент строк сына про все нужно фармить и продолжает разведывать вражеские леса сбежал увидел то что стаков здесь мало точнее не полностью отсутствует и убегает вниз на сэфа и сэф чуть не разбил ему лицо в этот момент фнг находит в арт который был поставлен здесь да но фабус продолжает напрягать бульдога по чуть-чуть по чуть-чуть разводит его на землю земля нужно сразу водить пауков уводит их тут тут в разные стороны мы только что-то заберет здесь да вот этих пучков нет ни одного не забрал минус земля но дум пока что стоит более-менее все-таки сильный герой и на дом стоит но по идее тоже не то чего хотят алайн все-таки хотелось бы видеть у себя кэри слордара может быть который ну посоление саком а что теперь теперь земли нету земли нет да теперь нужен сатир которого бульдог у нас променял на волка и фабус давит до давит нужна помощь нужна помощь но стягиваться с какой-то линии не хочется слордар и так страдает наверху он вроде стоит с личом на фарма нету транквилы 700 монет на 10 минуте маловато будет и дроу рейнджер его уже обгоняют по фарму хотя вроде как он и здесь давил слордар подай с армором граев чел не успевает лил повесить или даже с ним не убить божьей страдает doom тут уже почти спушена вышка на и фабус при этом не показывается не дает на себя накинуть ультимейт уходит в леса на бульдог по-прежнему продолжает танковать под тавером тяжело а куда деваться никуда queen of pain получает фарм на миде года почти готовы мека 4900 нетворс doom не сильно отстает но пока не может найти себя в игре майнас то есть да есть queen of pain но если посмотреть то идти вообще никуда в миде мы видим шаду финда на его там тяжело взять учитывая то как много дамага и он там почти убивает скайлов каждого так а общего винрейт бурдмазер против стартара 27 процентов ну понятно ну да по понятным причинам но хочется добавить что и же и 20 процентов как раз вот сейчас та самая игра где эти малые проценты могут себя реализовать потому что все идеально у бруды или дан понимаешь нужно оставить линию для визажа оставляет и уходит на эншентов тут умзую зал даст на паучков и пошел 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 жает их полностью ну а купил даст но теперь кулдауна теперь фобос сможет спокойно играть пока нету ультимейта в этом пачку дан маленький там раньше по-моему был очень накапки секунд то сейчас там среднем 30 и вот уже почти есть фобос по-прежнему спамят паучками но в любом случае для фобоса это нормально 6 левел получает визаж фамиляра появляются дэмиджа много саурой дро рейнджер будет сф зафармил меху дровка фармит пока что пт и рингов аквила похоже на то что майнат погнал с форс меда на глаз да даешь сэпу фри фарм сейчас буду я тут стоять и покажут как надо приходит и сфорами как-то как-то странно дошел то он хочет сделать то есть вот он пришел дал один пауэршота уйтем на базу все выход от из вас зафармил при так при этом одного паука даже т.п. не окупил ну да зажимают хорошо дума покупает владмер тем временем сверху визажа не взять он сидит в кустах фамиляра висят хорошей позиции и вот он тот самый момент кажется наступил space с руны не везет space от бруды создан можно заходить заходят начинают бить сф первая аура есть минус 3 армора не так конечно много как хотелось бы но неплохо и лайнс читают и лайнс разбивают смоки будут заходить virtus pro видят видят сейчас fng получает рассказ нужно слипать себя слипа нет есть и кистиками отхиливается шекал успевает отъесться живой тем временем отки стирают визаж брудмазер очень много пауков слишком много пауков пытаются их добить но героев такому бить дом ворваться в сф дом не добили дума ай-яй-яй в итоге брудмазер буду тиммейтом пытается бить флордара дум уходит фантастика дум вешают минус армор на фобоса но визаж слишком опасен какие танцы каким образом думы здесь простили непонятно но ультимейта теперь у дума нет прям аж закончился у птичек свой бурст они дали но даже не смотря на это в пейсер на рашан отжали отличный рашан забрали саппорта забрали рашана и плюс ко всему забрали ну соперник в этот момент даже не фармил ничего он дрался с вами это идеальная ситуация да идеально по сути ты если посмотреть то драться очень тяжело то есть лишь в замесе по-моему был не 6 а даже если был то как мы видели ультимейта не дал ну там его пауки сгрызли визаж сфандабили ну да квопа в свою очередь тоже имеет ультимейт но маны у майнатс очень мало и вертусать им пользуются то что суппорты сейчас не могут воевать которым как визаж как мы видели просто убивает одного героя в соло да и выходят пушить вышку вот чего-чего а дэмэджи по товарам в этом пике хватает тяжелейшая ситуация для аликов блинк на слордаре почти готов но сайланс на бруде тоже почти готов слордар попался в сладкие объятия война и умирает сверху вас да но подождал до конца стандар в итоге закончился ультимейт война отличный выход от фнг и слордар был почти с блинком ему не хватило совсем чуть-чуть он потерял 200 монет да и как мы видим блинк не купил но по такой игре уже даже непонятно как алайн собираются переворачивать то есть какой герой сможет там убить всех и закупить арсир который выдал стенку и стяжку да вот мы видим хорошие на эту воду но это это не то я согласен хватит хватит это терпеть вот эти 20 процентов бруды и сто процентов слордара от лоды нужно поставить точку жирную так мы что желаем ну понятно чтобы они могут просто пойти и забрать все этого ра у них айгис на шаду пинге и делать и довольно таки просто можно в целом община на т3 поехать с память для alliance тут мало чем разве что пэрочка выдавать свои поваршоты да если лода сейчас поднялся на хэгэ его бы ждал знатный сюрприз miracle уже пару таких сюрпризов сегодня преподнешь команде минески ну и дроу рейнджер идет по миду а егис у эсэфа дроу рейнджер ничего не боится чё и бояться рядом визаж прогулялись по вражеским лесам никого мы здесь не нашли и в принципе правильно раз уж ты доминируешь то лучше убегает на другую часть карты слишком много тропа ларис решают вп и вот они пауки вот да вот он блинк на стардаре но врываться здесь еще рано то есть может попробовать по спаме да мы видим так более-менее получается на только паучки но пауков убили а крипов это важно давай да тут то есть у таланс подошли но вообще я был рад если бы допустим тот же doom пошел бы спидпушить вверх потому что он подошел к таверу могу дальше его забирать до инициацию пенис самое опасное но бульдог сэвится в итоге потеряли уже четыре тавра в размен на один по золоту проигрывают 5000 если сейчас возьмутся вп за верхнюю линию или сделают какой-то хороший размен для себя ситуация у аликов станет критическая с лордар получает гриф чилл уходит но аликам нужно идти хоть куда-то сделали что-то стаки но не так уж и много здесь но тем не менее это был потенциальный фарм для и лайн даже не пойду кого это был фанта ну там с лордар с медалькой с этой фармил бы с черепашей скоростью на фармил бы до него убили это уже другой вопрос так липс или его сейчас на этой стадии но до silence на бруде пока что не реализован но в любого героя здесь можно заткнуть того же думали чавер кого угодно клапу не дать и блинкануться сейчас у фобус хороший момент чтобы можно было разобраться естественно четыре героя могут спокойно к такому шить вверх вверх пока что пушат фамильяры и эсэф с айгесами не знаю кого хотят убивать алаймс но эсэф спалил весь смог и вард какой вард снизу начинает щекотать дума эсэф раскастовывается с лордар прыгает хорошую тиммейт от хлопы ли чо боже как же больно но падает лода первым все вп живые убивают года но айгес убивают также queen of pain размен 2 в 0 и нужно нужно преследовать находят аки нет аки уйдет стп год да год провязал свой дал дабл дэмэдж увы ах но урона он нанес много и теперь можно прессовать вышку здесь и сейчас можно фактически закончить ну да такое саппорт клопа для тысячи урона такая себе ну хорошая была инициация но в п сейчас настолько сильные что даже несмотря на то что с лордар прыгнул во всех чайник полетел хорошо но дэмэджи у этих ребят просто нет метро там очень сильно зарешала и думая щекотали он не мог ничего сделать цепляют или дана или дана пытаются убить фамильяра садятся вызывают новых фамильяров или дана нужно добивать или дана 100 хп 160 на развороте пытаются зафокусить дума лич в итоге добивает бейна или дам все еще жив с ума сойти или дана жевать визаж также падает но кор героя вп живы или дана слишком толстый на дроу рейнджерс пт на агилу но так такая уж игра пытается догнать бруду лода буруда уходит отдали 2 саппортов хороший размен элайнс конечно зарабатывают очень много золота но только потому что они в плохой ситуации ну часть ситуация выравнивается то есть мы видим график то что пошатнулись немножко вверх айгиса нет да айгиса нет пульдог довольно таки хорошо качается имеет владимир плетмэл и скорее всего это будет либо шива либо кираса для своей команды шива топ против пауков против какой-то подсвет давать на ту же бруду и самое главное то что нет айгиса то есть получилось в итоге у них выбить айгис после этого еще феноменально чудом удалось разменяться четкая инициация в лида на не оставила ему шанса и теперь можно дыхать последние товара которые стоят сверху потому что уж слишком много голды приносит они для вертусов а вертуса по старым чердежам смог атака sf бейн тяжело взять толстый не поляется 24 армора за 4 армора бульдога его будет сложно пробивать дал бульдог убегает старается зацепить хоть кого-то может кто-то будет помогать но нет отступают ставится центре ну и аккуратненько сыграли там пара вот вот либо это чего нет здесь все это время стояли то есть ну как-то смоки делали и так далее так далее могли просто как в прошлой игре мы спокойно забираем вообще все товара есть враг но у него очень мало дпс а тут наверно топовый дпсер пока это doom я думаю саппорт клопа за счет ауэр да ну или саппорт клопа за счет магии и вот самое время их забирать покупает аганим винд рейнджер первый товар падает в секунду аура дро рейнджер была прожата на 2 этажа упадет вижу на уэлайнс нету вообще на миде у них только сплит пушит майнат вижу вообще нет в п при этом вижу очень хороший вот на эту часть карты конкретно ну и спокойно забирают дефит нереально против такого количества суммонов тут очень хороший выбор от года купил себе манту сбивать фокус себя так да сбивать фокус успеть на реакции прожать до врыва дума успеть ну точнее снять себя амплифай дэмэдж там много вариаций по моему осталось virtus pro только одно захват карты рошан и конец игры делать начинать медленно наверно ну да так и может получиться но надо помнить то что у альянс вот сейчас появился аганим на в рачке вы рачка с аганимом может очень хорошо пробить там тоже траксу моментально убив и как-то вот алика можно двигаться шевелиться то есть естественно так продолжаться игра не может по-прежнему продолжают в п нагле эти фармят большую часть карты вот там эстеф иллюзиями груда в центре паучка и было бы здорово провести смог атаку или он показывает что он дроу рейнджер играть скучновато поэтому его тролль тут пушат со скелетами верхнюю линию на табу салабу смонов то есть у тебя вроде бы доминатор да и крик тихо 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 вышка ломать грибы жесткие то вот эти вот скелетики у них 24 урона и при этом очень высокий атак спид то есть в целом по дпс вот тролли и два скелета это как не знаю как герой без нюков и вот стянули папу папу стянули раз уж а лайн своем лесу в личности это можно спокойно заходить можно заходить выгонять их из леса лайнс вряд ли зайдут во вражеский лес потому что во первых стоят варды можно это проконтролировать в любой момент во вторых немножко опасно формить их лес до бруда тут зоне своими пауками занял позицию фобос на миде очень здорово он стянулся с нижней линии ну и рошанок тоже контролирует одним фамильяром через минуту он появится с небольшим преимущество по золоту по экспе кстати преимущества никакого нет по золоту порядка 8000 это много для 22 минут это очень много и вальс ошибаться вообще нельзя потому что лайнс надо идти они выйти не сильны то есть такой приятный момент что когда одевается состав с одной стороны тракса виза шнут мы назовем и дрова рейнджер дрова рейнджер звать сф еще визаж это такие три жестких героя те которые тебя влете . ми разрывает а здесь у лайнс не знаю на лет что ну не знаю дум дум да какая неудачная позиция может быть сейчас для олегов смотрим выходят они не видят ничего заходят на рошана с лордар никого не нашли до были птички его пахал однокровно стояли на своем кг а вот предугадываю действия лайнс да они сами понимают что сейчас самое главное это не фидануть на раша и бруда сгрызает на свою позицию в итоге очередно очередной выход такой твой от раз похитрее то есть прошлый раз мы зашли смогу без смоков и нас там видели то сейчас можно смоках кого-то найти и не пошли за бульдогом хороший счет 23 минута 64 ну тяжело да здесь как-то лайнсов убивать они прячутся за товарами да и не особо нужно куда-то лететь ты спокойно можешь зафармливать свои артефакты лайнс только что прожали смог и теперь им тяжело будет принимать этого рошана бруда продолжает пушить топ постоянно на миде своими пауками и уже спушила вышку и за счет этого видно что и lines не на базе как бы у вас нет падает никого на базе нету естественно они куда-то вышли выйти они могут только на рошана потому что все остальное это ну допустим если не на рошана то virtus pro все равно именно в этой позиции сатир спурживает себя при фай дэмэдж или да ну явно скучно ну или да на будет асин затир победитель 1400 такой маленький такой жирный у них у всех у них у всех 1400 ну да это фишка доминатора с диффузел айс армор с дума и побежал новый приходится вешать ну-ка еще разок с диффузел свин дрейнджер заход на рошан рошан падает дума заслепали дома нужно убивать сайланс шеклом сбивают лордар хороший врыв год дабл дэмэдж года убивают есть кота есть каста резается год ультимейту дума все еще доступен выбили аегис и это очень хорошо для лэнс если они никого не потеряли но брут мазар забирает лича без потерь не удается и все же очень хорошо сейчас для ланс выбить аеги стоило сейчас многого смотрим fight recap лич вообще бесплатные практически у него мало что дали не хватило какого-то контроля на draw рейнджер винд рейнджер которая сбила ультимейт бы ну так бы дума можно разминать но как-то уже отмечал у него там нереальное количество армора не вообще я думал как-то можно напасть и вместе там визаж кичек вперед будет сажать его на позиции да 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 то есть сейчас алайнс воспользовались эффектом неожиданности и получать что рошан был разменен всего лишь надо где-то в 600 голды алайсов это вполне устраивает но бы кабаны сайф появляется теперь манта на кровке статов еще больше дэмэджи уже 55 дает ауру учитывая там шоу и сэфа и так много урона у него уже порядка 300-270 тракса покупает манту и следует по этому году намекает что сбивать фокус ну да чтобы сбивать фокус или чтобы думал не попасть и неужели после рошана ждать ладно ребят хороший вопрос серьезно ну вообще это шанс для аликов хотя графики как мы видим продолжают расти если они их опять зажмут на базе почему бы и нет вы до соперник зафармит там 5000 а вы зафармите 25 и такая ситуация вполне выстроит вот но вот сейчас хорошо действует у сфора он покупает себе blink dagger и чувствует что если уж мы выиграем эту игру то если сможем дать где-то там ганге минус кому-то то есть появляется теперь такая уолайнс комбинация этого эрочка с лордар и вертуса вынуждены ходить вот кучками кучками чтобы нельзя было на них напасть и вот вот он вот на ход конем теперь волк пушат линию то есть мало того что птички визжи начинает на я так еще выходит в который баф и всех твоих крипов и крипы из-за тебя твою работу делают и сам грызет неплохо не вижу virtus pro гема а давно было бы пора но в то же время мы видим что справляются они со своей задачей vision у в п очень хороший за счет еще пауков и того больше они получают у элайнс варды стоят очень очень близко к своей базе и они не видят вообще что там происходит на половине карте соперника в такой ситуации тяжеловато играть против атак со смока и очень важный айтем покупая для себя адмирал бульдог это blink если у него получится добраться до траксы во время драки и повесить дум дота как у нас илюша прожмет мантута тогда у виртусов будут совсем другие расклады алая сейчас начинают обузить то есть там первый обуз это то что в целом весь пик vp он состоит из физ урона и если пока ничего не оделись в домах да там доедал усы мкб щеки про чай там это просто пакуем армор себе на всю команду вот будешь остался кирасу сделал с 4 как ты загулял дружище взрывается с 4 не успел сделать ничего как же здесь фингис так нашел просто взял без форстафа по раку щекам по кустикам и в миде майнатса цепляет по целом сам бруд мазар забирают две ошибки одновременно линия запущена от минус марок а лайн сломались висите новых я боюсь что 2013 не наступит уже никогда такой ситуации для них и да на вирус про уже не должны здесь отпускать есть байбэк на клопе нету на виндрейнджер и отбиваться нереально слишком много дэмджа слишком плохая позиция боже как много пауков без верки и клопы нечем этих пауков забирать не но папы был байбэк и врывается бурдок пошел пошел но получает слип также подходит словно понимает что мясорубкой лучше убегать хороший ультимат от клопы никто не погиб фобос очень вовремя дал сайланс на бульдога вопа в р к шекал никого не цепляет замедление от визажа потрясающая посадка фамильяров никого не зацепить и бежать и бежать стан от слордара нужно спасать своих или кидать спасатели кидать фнг в итоге я за всю команду в танкую в танковый или дан использует манту но замедление или дано тоже придется продать до забирают или дано и хороший размер получается но с другой стороны отдать двоих не так много придется еще видимо дать вышку но сейчас много за один тимфайт получили почти две тысячи без план тысячи голды алики умницы так неплохо раскатили ну на развороте фортификейшн жмут в п удастся забрать наверно только одну вышку вряд ли пойдут дальше alliance слишком рискованно при этом разрыв до 2000 отыграли но это с 14 там или даже 16 до 14 вернее сказать и по xp преимущество огромное придут дальше в очень рискованно зашли не было ульта на шаду финде не было того же финс грифа у бина и без этого вот этих двух мощных ультимейтов драться было очень тяжко алики еще так здорово забаять или прохарасили и в один момент вертуса начали отступать ну а дальше уже от селедки queen of pain тебе будет очень сложно убежать дум с блинком под землей огненный и все же бараков теперь на миде нет и еще сложнее будет альянсом играть может постоянно будет этот мид пушится virtus pro очень скоро появится рошан буквально до него от двух до пяти минут и смогут они с рошаном выходить алики все еще зажаты на базе они вышли но почему-то вардов так никто и не купил и не поставил и единственный вард у них остается в своем вот этом даже не лесу а как-то на миде майнатс очень удачно завидел ганг и в последний момент так сказать повезло да но здесь только на такое вот везение остается надеяться альянс потому что по-другому очень интересны какие варды стоят вот просто никуда мы не успели выйти ставим варды но хоть как то чтобы что-то видеть чуть больше чем вот этот вот кружок вокруг своей собственной базы вот этот вард не знаю зачем он этот вард первый раз вообще вижу я говорю хоть что-то видите путь больше ну да пучков центре ну плохо с виженом очень плохо и опять в по форме тсу карту все формят фармит ракса и уже никаких выходов не боятся потому что слишком великаться на ошибки от и лайнс они опять зажаты пучки чекают все нет в данной ситуации от фамильяры ну аки не пробить но вы бы продолжает опять использовать скайр-фактор как своем однажды своем интервью говорил с пор когда ты очень сильно давишь врага там ким-то часом вообще я не думаю что тебя могут везде убить где угодно и наглеют наглеют по делу но вошли иллюзии давить сбивают центре сбивают вот этот вард который поставлен на линию вроде как он должен был жить но нет ну и иллюзии пропушивают линию слода сверху формит есть у него форстаф блинк форстаф блинк это замечательно но если он попадает под фокус после своего блинка то его даже форстаф не на него можно его случае как сказать он уже превратился в такого суппорта сладара гост осталось купить когда вернем 4 натвор снизу потому что к сколько бармора у тебя не было но 1000 хп это очень мало и вряд ли ты будешь выживать за месси поэтому нужно ну как-то надеяться на эсфор и бульдог и что они будут вносить большое количество дэмэджа бабочку выходит год или дам 2 600 имеет фобос либо кираса либо ну скорее всего кираса мне кажется лил выходит вагадим но и фнг покажет подфармил форстаф но уже неплохо нашли сладара нашел его лил шеклом привязывают у лила большие проблемы да и здесь виндрейнджер не простила с кристаллисом и фамильяров тоже должны забирать немножко загулял здесь он отдал много золота смотрим залила дали 800 за фамильяров на 1000 1000 золото это не шутки и самое неприятное что скоро появится рошан две минуты дороже ну лич пустой абсолютно тяжело ему даже просто свой рассказ дать будет тяжело да ну такой плюсик небольшой что почему многие любят этого саппорта потому что ты повесил плюс армор на всех и уже какую-то какую пользу но против заранее когда пика связь дпс ты даешь что вот есть конечно нового но она так себе да особенно там против героев бкб то есть пользы мало ну и чайник мы сами видели что он будет летать либо по птичкам визажа руки до пауки то есть пока нужно что-то подфармить майнацию queen of pain 16 уровень чтобы там все падало моментально и вот тогда лишь заживет на у квп опять выходит неплохо саппорт queen of pain 7000 творца но как же она опасно со своим ультимейтом год взял butterfly теперь с физикой будет тяжеловато у команды alliance обманул у нас товарища ссор ссор мы видим свою очередь покупает кристаллы кристаллис видимо целиться в дэйдалус и вот сейчас будет здорово если сфор резко переключиться на мкб ну что мисты это дело тонкое денег где бы взять на это мкб для с 4 выпармливают падают все пучки но дали они свою разведку понимают что line своем лесу понимают что битва за рошана предстоит пауки продолжают давить у нас центральную линию которая и так пушится сверху также нешуточная пачка крипов там катапульта три рейнджа и придется кому-то оттягиваться и пику вопа такое что как только они зайдут на рошана он упадет сразу же ну да поэтому можно и повыждать плюс еще такой приятный момент что если сами alliance туда зайдут то тонкий лич тонкая квапа там верочка которая без бкб они могут очень быстро попасть под саленс и тогда им крышка немного необычная ситуация что вышка тир-1 на хард линии все еще целое и это дает опять же шикарное преимущество вп в случае чего байбэк тп на тавар и ты уже практически в рошпите и в целом с этой стороны не зайти вообще никак здесь заходить очень тяжело когда этот товар стоит ну да бруда работает фобус пока показывает то что умеет на этом герой играть так отпушили у нас линию тем временем врыв от винд рейнджер забрала дабл дэмэдж но это могло быть ошибкой аки получает сайланс аки минус с 4 минус дум раскастовывается квапа хороший ультимейт хороший скрим но это минус квапа все живые у виртус про остается с лордар остается doom блин через секунду не успевает блин кануться но догонять нечем заход на рошана заход год манты сбрасывает лифая дэмэдж до лода тут еще думал ворваться но это авантюра фнг в этом моменте сыграл как папа принял на себя удар двух самых тяжелых героев успел еще форста еще и на развороте успел схватить главного дамагера команды lines и вот вам пожалуйста да ну и за конечно за дабл дэмэджем было лезть очень рискованно такое получилось наживка хорошая для из 4 и он с этим дабл дэмэджем по моему практически урон ты не нанес потому что сразу начал убегать понимая что ситуация не лучшая доминатор также у нас покупает год можно еще одного крипа будет брать ну плюс небольшой отхил против дума хорошее решение потому что сф с каким-то сатаником с хорошим уроном он может просто стоять под думом и не получать урона от ну отхиливаться здорово ну да еще такая стадия игры что у нас 35 минуты shadow fin 2000 2000 хп и в целом вот этот фуд думан уже носит ну не так много урона там 50 урона в секунду пусть даже он чистый но при этом сф там в ответ наваливает тебе ну 450 где-то там четыреста очень много дамаги нереально много владмир что какой-то купить ну кираса скоро появится у фобоса это еще минус арморы скорость атаки дпс станет еще больше фамиляра станут бить больнее смог прожимают не попадает почему-то налила но здесь можно в принципе в лоб атаковать аккуратненько аккуратненько не спеша аеги сыр вам дают большое преимущество квапа потратил ультимейт только что выехали сразу же за queen of pain и это может быть сейчас такой блин как мая нация будет я просто уже чувствую for stuff делает телепорт нужно сбить заслипали под сайлэнша да в итоге майнатс ошибается байбэк байбэк имеется но ультимейт еще 18 секунд а вертус про уже заходит бруда развлекает дума на центральной линии заходит год под solar крестом армора очень много шекл не связывает никого в итоге фортификейшн дает некоторое время пожить тавару с лордар врывается стан по двоим дум на draw рейнджер у которой есть сыр draw рейнджер должны забирать ну или стан на развороте да минус дровка есть байбэк бэйн еле живой год под бкб продолжает сыром танковать с аегисом танковать draw рейнджер его не пробивает забирает квапу забирает с лордар остается один против с 4 но это аегис на помощь фамиляры на помощь пауки бруды и сама бруда которая спушила имеет лода не может блинкануться форстав через секунду минус лода и дальше врывается хобос который зонит с 4 не дает ему ничего сделать но я думаю что это будет геймс год нанес нет к сожалению не вижу сколько нанес в драке но по-моему там какой-то нереальный девочка что он просто стоял и бил но много-много а на самом деле довольно таки хорошо ворвались быстро запусили draw рейнджер но как мы видели шаду финда сейчас не пробить даже несмотря на то что у него у с форума съесть кристаллис но миссы сделали свое дело butterfly медалька от визажа которые даете в сумме там ну почти 50 процентов уважена сэпо защитили ну даже если бы по проиграли эту драку бараки на мидис пушила бруда такой у них запасной вариант с 4 врывается вендран уходит продолжают два кор героя в п пушить есть также фамилиар и пауки бруды вендрана нет решают отойти ну году очень не хочется отдавать в итоге жмёт бкб у дума кулдаун ультимейта сайланс вешают на дума год отхиливается draw рейнджер уже здесь draw рейнджер отличный сайланс дома забирают байбэка нету ну и это гудгей аки не жилец у него слишком мало артефактов с 4 уходит на фонтан с помощью телепорта и последние бараки падают здесь уже вся команда виртуз про квапа сайланс танц лордара ни в кого бэйн держит с лордара с лордар погибает сад посадка фамилиаров отменная в итоге queen of pain спасается но винд рейнджер удается добить байбэк от винд рейнджер пытается добить бруду 30 кп уходят фобос элайанс покидают турнир виртуз про идут дальше минимум восьмое место есть но я думаю что с такой игрой для в.п. это далеко не предел и сами они настроены на то чтобы идти все дальше и дальше и дальше очень верно исполняли играю взяли ту стратегию которой они играют довольно таки долго куча сигнатурных героев это тракса визаж бруда и сф ну и алайн в свою очередь постарались что-то придумать какой-то необычный пик постараться победить врага стратегии но исполнение на высшем уровне на бруда бруда бруда